МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Ксения Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Экзамен на права по новым правилам. Как к изменениям относятся представители автошкол. Окно в мир удивительных открытий. 2 апреля Международный день детской книги. Противостояние на равных. Хоккейная команда СОРОВа встретилась с металлургом из ВИКС. Далее расскажем по всем подробно. Помощь семьям с детьми от 3 до 7 лет станет доступнее и адреснее. Соответствующий указ подписал президент, а правительство утвердило новые правила получения этой выплаты. Они начали действовать с 1 апреля. Теперь размер пособия будет зависеть от дохода семьи, а при оформлении будут учитываться дети-студенты очной формы до 23 лет. Есть и другие важные изменения. Если при выплате в базовом размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка средний душевой доход останется ниже прожиточного минимума на душу населения, то назначат выплаты в 75%. Если их окажется недостаточно, то будут выплачивать 100%. Пособия в новом размере будут рассчитывать с 1 января 2021 года. То есть в конце апреля семьи смогут получить повышенное пособие и доплату за прошедшие 3 месяца. Чтобы понять, положено ли это выплата, нужно сравнить средний душевой доход семьи с региональным прожиточным минимумом на момент обращения. Как доход не учитывается компенсационная выплата в размере 10 тысяч, которые получают родители за уход за детьми-инвалидами. Можно получить пособие на детей, которые находятся под опекой. Также вводится понятие нулевого дохода. Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка. Это стипендии дохода от трудовой или предпринимательской деятельности, или пенсии, или отсутствие доходов обозновано объективными жизненными обстоятельствами. Правило нулевого дохода не распространяется на единственных родителей, то есть на те семьи, где второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении. С учетом изменившихся правил назначения выплата, обновлена и форма заявлений на портале Госуслуг. Для большинства заявлений, необходимых для назначения выплаты, предусмотрено автозаполнение. Значительная часть данных будет проставляться автоматически или подгружаться из государственных информационных систем. Более подробное назначение выплата на детей от 3 до 7 лет можно прочитать на официальном сайте Минтруда России. С 1 апреля экзамены на права проходят по новым правилам. Ключевым изменением стало исключение так называемой площадки. Теперь сотрудники Госавтоинспекции будут испытывать будущих водителей исключительно в условиях реального дорожного движения. Кроме того, на экзамене смогут присутствовать наблюдатели. Все эти изменения вызвали неоднозначный отклик со стороны сотрудников автошкол. В крупных городах экзамены по новым правилам уже сдают. В Сарой первые испытания ждут кандидатов водителей 7 апреля. Чтобы сгладить общую напряженность, в актовом зале ГИБДД прошло собрание для владельцев автошкол и инструкторов. Один из самых острых вопросов – кто будет виноват, если во время экзамена произойдет ДТП. Напомним, если раньше рядом с выпускником автошколы на месте, оборудованном дополнительными педалями, сидел его инструктор, то теперь на переднем пассажирском кресле будет находиться инспектор. Позиция апартамента ученика. Кто осуществляет движение транспортным средством? Здесь возникает одна из правовых коллизий новых правил. По закону ученик не несет никакой ответственности, пока у него нет прав. Сотрудник ГИБДД тоже не имеет отношения к машине. Остается инструктор, отвечающий за транспортные средства. И теперь он в лучшем случае может сидеть на заднем сидении. По сложившейся во многих городах России практике, именно инструктора вписывают страховой полис как владельца машины. И если раньше он мог вмешаться в дорожную ситуацию, нажав на дополнительную педаль тормоза, теперь во время экзамена он может только наблюдать за тем, как ученик справляется или не справляется с вождением. Но в случае ДТП, не дай бог, с пострадавшими, инспектор выходит из машины и все, и на этом экзамен закончен. Говорит, экзамен не сдан, заполняет экзаменационный протокол и пошел заниматься дальше своими служебными обязанностями. Выходит ученик, закрывает дверь и говорит, ну я же не водитель, и ушел домой. И остается только владелец транспортного средства, который никуда не может деться, потому что у него машина стоит посередине города, грубо говоря. Есть еще момент. Предусмотрены несколько элементов, обязательных к исполнению на любом экзамене. Но не всегда дорожная обстановка позволит их выполнить. Например, обгон и опережение транспортного средства или движение с максимально допустимой скоростью. При соблюдении всех необходимых каких-то моментов нужно обязательно их выполнить. Но если их фактически выполнить будет невозможно, тогда они, ну, выполнить их не будут. Но задача в том, чтобы все-таки проверить навыки учеников, навыки выпускников, и чтобы они в итоге безопасно двигались по дорогам. Как считает Денис, сейчас после вступления в силу правил процент не сдавших на права с первого раза будет больше и увеличится число недопущенных к экзамену. В первую очередь это связано с тем, что автошколы будут беспокоиться за сохранность своей собственности. Но на будущее я считаю, что, ну, это мировая практика, будем говорить так, откровенно. И мировая практика говорит о том, что использование такого обучения и такого экзамена, вида экзаменов, она приводит к определенным успехам и результатам. Несмотря на все несовершенства, у новых правил много плюсов. Система отходит от экзаменов в тепличных искусственных условиях. Испытания становятся максимально приближены к реальным. Скорее всего, в ближайшее время выйдут новые постановления и подзаконные акты, которые помогут разрешить спорные моменты. Екатерина Опенова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Саровчан приглашают на вальс победы. Патриотическую акцию проводит Центр развития культуры и искусства совместно со студией спортивных бальных танцев ДЭКа для всех желающих. Главным событием акции станет массовый танцевальный флешмоб под композицией военных лет в парке. Мастер-классы по обучению вальсовым движениям бесплатные. Участникам потребуется только позаботиться о стилизации своего костюма в эпоху времен 40-х годов. Первая встреча и организационное собрание состоятся 13 апреля в 19 часов в Доме младежи. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В национальный календарь прививок войдут вакцины против ветряной ОСПО, ротовирусной инфекции, менингококковой инфекции, вируса папиллома человека. Это часть плана мероприятий в рамках стратегии развития иммунопрофилактики в России, которую твердил Михаил Мишустин. Напомним, что прививки из национального календаря делают бесплатно по программе ОМС. При заселении детей в гостиницу больше не требуется нотариальное согласие родителей, постановлению твердил Михаил Мишустин. Решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки, тур выходного дня, загородные экскурсии часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Кроме того, такое условие превращается в помеху, если ребенок путешествовал не с родителями, а, например, с близкими родственниками. Теперь же от несовершеннолетнего предуселения будет требоваться только письменное согласие одного из законных представителей, которые составляют в свободной форме. При этом возможность оформления нотариального согласия также сохранится. Принятое решение упростит организацию турпоездок для детей, избавит родителей от необоснованных временных и финансовых затрат, считают правительстве. С 5 апреля Музей ядерного оружия и Музеи квартиры Харитона возвращаются к обычному режиму работы. По будням они будут открыты с 9 до 17 часов, в пятницу до 16, перерыв с 12 до 13.30. Свободные посещения – вторник, четверг с 14 до 17. Требования носить маску и соблюдать социальную дистанцию сохраняются. В Сарове завершился муниципальный этап областных соревнований «Нижегородская зорница-2021». В течение трех дней школьные команды пробовали свои силы в различных дисциплинах. Военная и физическая подготовка, конкурс сравнения на знамена, тактическая игра на местности, военно-патриотическая викторина. Первые места в своих возрастных группах заняли отряд «Барс» в школу номер 5 и «Восход» из школы 13. В конце апреля эти команды будут защищать честь нашего города на дивизионном этапе областных соревнований. Книга для детей – это не только и нисколько источник информации. Это окно в новый мир, полный удивительных путешествий и открытий. Книга дает знания, развивает мышление, воображение и речь. Но самое главное – учит чувствовать, сопереживать и любить, отличать добро от зла. 2 апреля во всем мире отмечают Международный день детской книги. Бытует мнение, что современные дети читают очень мало или не читают вовсе. Соцсети, видеоигры, фильмы и мультики захватили внимание подрастающего поколения целиком и полностью. Но так ли это на самом деле? И как часто юные саровчане приходят в библиотеку? Книга-раскладушка, принцесса и даже погремушка. Они бывают самых разных форм, объемов и расцветок. Книги нового поколения идут в ногу со временем. С ними путешествие в волшебный мир литературы надолго останется в памяти ребят. К примеру, в книге Артура Конан-Дойля есть вкладыш с лупой и картой Лондона. Только взяв их в руки, уже можно почувствовать себя в роли настоящего сыщика. Современная детская книга – это совершенно уникальный такой феномен, она отличается от детской книги советского периода, например, в первую очередь тем, что эта книга, мне кажется, что совершенно необыкновенная, она ни на что не похожая. В них поднимаются такие темы, которые очень интересны детям, даже совсем маленьким. Самым юным читателям Пушкинки около двух лет. Книги им читают, конечно, родители. Очень важно не только привить детям любовь к литературе с ранних лет, но и поддерживать ее в дальнейшем. Ну, это наше время. Поэтому, наверное, задача всех взрослых сделать так, чтобы этот интерес у ребенка к чтению держался как можно больше. Ну, а здесь на помощь нам приходят в первую очередь вот те необычные книги, которые у нас сегодня есть. А во-вторых, это обязательное присутствие в этом процессе взрослого, потому что очень важно с ребенком разговаривать по поводу того, о чем он прочитал, выстраивать диалог. У детской книги даже есть свой праздник. И связан он с именем талантливого сказочника Ганса Христиана Андерсена. Отмечает его 2 апреля. В этот день один раз в два года лучшим детским писателям вручают почетную премию или медаль Андерсена. Невероятно важную роль играют детские книги в развитии детей. И сегодня ничего не изменилось, несмотря на то, что нам кажется, что время поменялось, и не всегда у нас находится возможность почитать с детьми книги, на самом деле этот день – отличный повод вспомнить о том, что книга должна обязательно присутствовать в жизни любого ребенка. Международную премию Андерсена вручили художницы-иллюстратору из Нижнего Новгорода Татьяне Мавриной. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24». Саров посетили кураторы и наставники проекта «Волжская солнечная флотилия». Представители Законодательного собрания области Нижегородского детского пароходства познакомились с ребятами и преподавателями. Рассказали о проекте, дали рекомендации по сборке лодки. Подробности смотрите в следующем репортаже. Всего семь недель прошло с первого занятия в рамках проекта «Волжская солнечная флотилия». А лодка юных мореплавателей уже обретает свои черты. «Саров» впервые участвует в детском инженерном конкурсе по постройке судов. В этом году проект получил президентский грант. На выигранные деньги организаторы и закупили детали для лодок. Теперь их как конструктор школьники собирают в разных уголках Нижегородской области, чтобы потом спустить на воду. Это сегодня самый современный инженерный конкурс для детей, который позволяет прикоснуться к науке, во-первых, во-вторых, научиться что-то делать руками. И лодку надо построить, изучить, как это делается, а потом на этой лодке выйти на соревнования. Подробности проведения финальных заплывов рассказали представители Нижегородского детского пароходства. В рамках визита они ответили на вопросы ребят и педагогов, дали советы по подготовке к конкурсу. На заключительном этапе команды будут соревноваться в интеллектуальной викторине, но самыми важными будут состязания на воде. На воде проводятся три соревнования. Первый – это на скорость, то есть как она быстро может двигаться. Второй – на маневренность. И третий – на выносливость. Реализацию проекта «Волжская солнечная флотилия» курирует законодательное собрание Нижегородской области. Народные избранники внимательно следят за успехами юных мореходов. Я надеюсь, что Саров так же себя хорошо покажет. Я посмотрела, какая у вас база, но грех не участвовать с такими педагогами, с такой базой. Я думаю, что и соревских детей ждет успех. Успехов вам, дорогие друзья! В конкурсе участвуют школьники из Ветлушского, Шахунского, Таншаевского, Лысковского районов, Нижнего Новгорода, а также организаторы ожидают приезда участников с Чуваши, Владимирской области и Новосибирска. Финал состоится в середине июня в Нижнем Новгороде. Елена Грецкова, Евгений Шевцов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. Игра на равных. ХК Саров 2006-2007 встретился с командой из ВИКСа «Металлург». После трех периодов табло показало 3-3. Победитель определила серия буллитов. На матчи побывала наша съемочная группа. Дойти до финала. 1 апреля ХК Саров встретился с «Металлургом» из ВИКСа. Игра выдалась напряженной. Соперники не уступали друг другу до конца основного времени. Счет открыли гости на пятой минуте матча. Сарову удалось отыграться только к концу первого периода. Счет 1-1. На трибунах болели за обе команды. Что про «Металлург»? То есть мы всегда поддерживаем свою команду. Думаем, что мы будем лидеры. Мы сегодня все-таки победим. Я думаю, что у них сегодня все получится. Игра проходит очень остро, напряженно. Болею за Саров. Во втором периоде забили четыре шайбы. Две из них с разницей в одну минуту. Период закончился со счетом 3-3. Определить победителя не удалось и к концу основного времени. Судьбу игры решила серия буллитов. Мы сюда приехали как бы без настроя особо, к сожалению. Потому что для нас турнирной мотивации практически не было в игре. Так как мы уже в финале с золотыми очками и так далее. У ребят, у местных, как бы многое решалось в этой игре. Им нужны были очки. Отсюда как бы такая упорная игра. То есть, ну, ребята местные молодцы, конечно. Бились, боролись. Их заслуга хорошая. К своим очень много вопросов именно по настрою. Потому что пришли в пол конька. Думали, мы сейчас обыграем, набьем и так далее. «Металлург» сейчас занимает первую строчку турнирной таблицы. Сражаться с лидером было непросто. И ребята готовились к более фатальному счету в пользу гостей. Ну что, соперник трудный. Идет все-таки на первом месте. Не ожидали, честно, такого результата. Готовились к более крупному счету в ихнюю пользу. Но вот вытащили. До буллитов дошли. Мы вообще отыграли хорошо, старались. Выигрывали, проигрывали. Ну, не без этого. Несмотря на проигрыш со счетом 4-3, наша команда смогла завоевать необходимое очко и занять третью строчку турнирной таблицы, обойдя команду «Рубин» из Ордатова. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова